Береги улыбку с молоду. Конкурс начинающих стоматологов прошел в Международном гуманитарном университете. Студенты 4-го курса боролись за редкую книгу итальянского автора Тони Боттичелли, который является мировым бестселлером и одним из лучших пособий по гигиене полости рта. О задачах, которые стояли перед участниками конкурса, подробнее в нашем материале. Ко дню здоровых десен Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета ежегодно проводит конкурс для студентов 4-го курса, где они демонстрируют все свои знания по парадонтологии. Преподаватели рассказывают, что главная цель подобных мероприятий – это научить будущих стоматологов правильно и доступно объяснять пациентам о важности гигиены полости рта. Главный девиз интеллектуально-познавательного турнира – здесь не ищут отличников, здесь учат профессионалов. Наша задача, чтобы все имели свои здоровые, красивые, белые, живые зубы. И это одно из направлений обучения в нашем вузе. То есть мы студентов на 4-м курсе, на курсе парадонтологии, обучаем этим всем правилам индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. И сегодня мы проводим конкурс среди студентов, для того, чтобы именно выявить лучшего, кто уже в профессии. Их задача, опять-таки, показать не только какие-то навыки, а показать, как они смогут донести до людей. То есть они должны уметь говорить, они должны убедить человека, зачем нужна гигиена полости рта. Нет здесь какой-то задачи найти отличника. Наоборот, наша задача, чтобы они себя проявили, больше, как действительно, знаете, врачи, которые могут заинтересовать пациента. Ежегодный конкурс проходит в три тура. Первые два задания – теоретически. Ответ на билет, который вытянул сам студент, и небольшой блиц от жюри. Примечательно, что у студентов нет времени на размышления. Отвечать должны немедленно и без подготовки. Впрочем, на одной теории конкурс не заканчивается. Отметим, что по инициативе президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова на базе вуза открыто две современные стоматологические клиники, где будущие стоматологи оттачивают свое профессиональное мастерство под руководством опытных докторов и кандидатов медицинских наук. Кроме того, университетские стоматологические клиники стали площадкой для реализации социального проекта по оказанию бесплатной медицинской помощи Одесситам. Благодаря наличию такой материальной базы, начинающие стоматологи еще со студенческой скамьи хорошо знакомы с практикой и умеют применять полученные навыки. И третий тур – это мануальные навыки, это так называемое снятие зубных отложений. Они получают модель с искусственной десной, инструмент и показывают на моделях, как правильно работать тем или иным инструментом. Ну и победитель у нас получает не только гигиенические подарки, а мы пошли по пути, что все-таки это университет, и мы дарим очень дорогие книги. Спасибо тоже нашим партнерам, которые предоставили нам подарки. То есть первый победитель получает бестселлер вообще мировой. Это Тони Боттичелли, итальянский автор. Это лучшая книга в мире по гигиене полости рта. Активность и лаконичность – эти два качества хотят видеть члены жюри участников конкурса. В профессии стоматолога также важно уметь грамотно доносить информацию до пациентов, чему студенты и учатся на конкурсе. Следующая щетка от ТП идет в два ряда. Она используется для искусственной десны. Она очень жесткая. Все мы знаем, что для искусственной десны нужна максимально жесткая щетка, щетина, для того, чтобы все успеть вычистить. Я ожидаю от них активности, очень такого желания победить. Я помню, прошлую группу они все рвались к победе. Вот, и эти детки, я думаю, тоже будут такими же. Они уже начинают отвечать, они выбирают эти щетки, ершики, подбирают, суетятся, боятся, ну, чуть-чуть боятся выходить говорить. Но, в принципе, они все знают. Я надеюсь, что они просто свои знания грамотно покажут. Студенты-стоматологи отмечают такие конкурсы. Это дополнительная мотивация и практика. Кроме того, подготовка к экзаменам и повторение пройденного материала за год. Более того, руководство и партнеры университета предоставили будущим стоматологам возможность поработать с профессиональными американскими инструментами, которые, к слову, не все наши практикующие специалисты могут себе позволить. Здесь можете видеть парадонтальный ВОЗовский зонт. Это специальный зонт диагностический. И мы проверяем глубину карманов, если они, конечно же, есть. В этих карманах может скапливаться зубной камень. Его мы вычищаем с помощью вот таких инструментов. Это называется кюретта грейси. Также есть универсальный инструмент. Он называется кюретта коламбия. И мы тоже можем удалять как подлесную, так и надлесную камень. Спасибо Юлии Геннадьевне и нашим представителям Минспи, что они предоставили нам такие инструменты, что мы можем вообще их поддержать в руках, понять, как они работают. Что, когда мы столкнемся с этим в реальной жизни, нам уже будет намного проще. И сегодня у нас проходит такой конкурс, который является для всех, и я очень рада, что Юлия Геннадьевна обеспечила нам эту возможность працювать сегодня в период карантину. Мы все в масках, мы дотримуемся дистанции. И мы працюем с такими классными инструментами, которые не каждый стоматолог может себе позволить, а мы себе позволили. И еще раз дякую за такую возможность. Мы готовились к ним на протяжении всего года обучения. Мы изучали постепенно все темы. И нас предупредили, что будет скоро конкурс. Мы повторяли по определенным материалам. У нас были лекции, семинары. Юлия Геннадьевна нам все темы раскрыла. И мы, в принципе, уже были готовы к конкурсу. То есть особой подготовки, какой-то там сидеть ночами не предполагалось. По доброй традиции таких конкурсов в проигрыше не остается никто. Возможность в дополнительный раз попрактиковаться и освоить новые знания и техники куда важнее первого места. Каждый участник мероприятия получил гигиенические подарки от партнеров университета. Отметим, что абитуриентов, желающих освоить востребованную профессию стоматолога, приглашают поступить в Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета на специальной стоматологии и медицина.